Самый длинный льготный период в стране по кредитной карте Альфа-банка и гарантированное бесплатное обслуживание. Всем привет! В нашем супер-шоу мы слушаем песни, которые никому не известны. А звезды, которые известны всем, прямо здесь делают из этих песен конфетки. Я Марина Кравец. А я Гарик Мартиросян. Это шоу-конфетка на телеканале ТНТ. Мы начинаем! Мы с Мариной будем по очереди смотреть и обсуждать музыкальные клипы. Их будет пять, которые мы нарыли в интернете. Я использую специально глагол нарыли. Вот этими вот носиками. Да-да-да. Ну, а звезды нашей эстрады, естественно, тоже по очереди будут перепевать эти песни, иногда меняя их совершенно в другую сторону, меняя вектор, музыкальный стиль, переставляя все с ног на голову. То есть практически будут менять иногда... Но текст оставляют. Это важно. Но практически иногда будут менять до неузнаваемости, Марина. Ну, а в самом конце зрители в зале и наши, конечно же, эксперты определят, какая из песен в результате стала настоящей конфеткой. И кто из участников получит главный приз нашего проекта — 300 тысяч рублей. Познакомься с нашими музыкальными экспертами. То, что на гербе города Камызяк до сих пор нет портрета этого человека, объясняется только тем, что либо у этого города до сих пор нет герба, либо он сам этого очень сильно не хочет. Очень скромный, но лучезарный Азамат Мусагалиев. Добрый вечер всем. Добрый вечер. Здравствуйте. Какие вы красивые ребята. По поводу герба там есть. Я просто... Меня нарисовали в виде осетра. Он должен был стать экспертом в криминальной полиции. Но вместо этого он стал экспертом в шоу «Конфетка». Хабиб, ваши аплодисменты. Автор хита «Ягода малинка». 561 миллион просмотров в интернете. И Ольга Бузова. Поехали. Чуть больше информации. Что еще большего можно сказать о человеке, который все шоу будет сидеть и говорить только о себе, раскрывая о себе информацию. Поехали. Ольга Бузова. Всем добрый вечер. Мы с Мариной представляем вам первый клип, который телеканал ТНТ любезно отыскал в интернете. И мы посмотрим сейчас отрывочек из него, а дальше будем... Познакомимся с материалом. Да, дальше будем действовать по ситуации. Если в зале есть люди, у которых высокое давление, выходите. А когда песня? А когда песня? Я не хотел, чтобы вообще что-то будет здесь или... А когда песня? А по-моему, он там просто спит, ребят. Не будем мешать. Не будем будить его. Просто надел очки. Слушайте, я вам хочу сказать, что этот клип называется «Человек». Ну, включаем и видим, там действительно человек. Там же не написано, человек поет или человек танцует. Это жизнь поединок и борьба с самим собой. На душе много льдинок, я туда не ногой. Пепел и стены скинут в человеческий слой. Все размыты картины от гуаши простой. Здравствуйте, я Вячеслав Леонтьев. Автор, исполнитель в жанре шансон. Я человек из народа простой. Хотел бы, конечно, какого-то взлета, чтобы меня узнавали, чтобы пели мои песни, чтобы все, что я делаю, было не зря. Вячеслав, добрый вечер. Меня зовут Гарик. Здравствуйте, Гарик. Здравствуйте. Марина, моя соведущая. Здравствуйте, уважаемая жюри. Здравствуйте, Вячеслав. Потрясающий, импозантный мужчина. Здравствуйте, уважаемые зрители. Мне кажется, что очки зажимали Вячеславу очень сильно, потому что без очков это улыбчиво. Нет, у меня просто уставшие глаза были, и я их прикрыл. И это такая песня, ее надо слушать. Здесь слова. Давайте тогда окунемся. Это жизнь воединок и борьба с самим собой. На душе много льдинок, я туда не ногой. Пепел и стены скинут в человеческий слой. А что значит человеческий слой? Я просто сам не русский, не очень хорошо понимаю. Это слой мезозой. Ну, это вот Москва, да, здесь много людей. Это слой. А, вы имеете в виду такое пренебрежительное отношение к массе людей. Человеческий слой, а я над этим. Есть человеческий слой, есть звериный слой. Согласитесь, текст очень... Глубокий. Оля, это еще не весь текст. Не сдаемся, не плачем, Испаряется дым. Человеком назначен, значит, будешь ты им. Что, что, что? Человеком назначен, значит... Будешь ты им. А кто его назначает? А кто-то назначает в Питере людей, да? Иди сюда, ты будешь человеком. Ну, это, если так формулировать, не назначено, не обозначено, но назван человеком. Можно так это сформулировать. А что вам мешало в песне это сформулировать вот так? Рифма. Ты что, это проблема многих песен, когда мешает рифма. Поэтому от нее пытаются убежать просто. Конечно, конечно. Вы заметили, да? Какой вздох! Вы видели? Вы заметили, что Вячеславу не понравилось, что барабаны вступили? Он такой... Типа, Витя, я же тебе сказал, не надо там вступать. Это актерская игра. Да, да, посмотрите. Актерская игра. Смотрите. Смотрите, его сейчас не нравится очень. Не окна, и не взглянет никто. Дорогие машины, яхты, деньги, вино. И поэтому живых люди стали давно. Знают старые песни, но не слушают их. Собираются вместе, травят речи татив. Суета и работа, бытовуха порой. Воскресенье и суббота покрывается... А почему у вас воскресенье, потом суббота? Да, что произошло? Клип снимался до нашей эры, когда дни были на убывание. Воскресенье, суббота, пятница. Ну, опять же, рифма, рифма, Гарик. Что ж такое-то, а? И все ждали начала недели. Ну, смысл понятен. Азамат, ты хотел что-то заметить? Да, просто был момент, когда там Вячеслав пропел, что дорогие машины. Я думал, обращайтесь. Дорогие машины, разойдитесь, а ну... Ланцетом хип-хопа, или как Вячеслав это называет, как он травит речи татив, он вскрывает нарывы и пороки общества. Он говорит, что будучи богатым, вы остались без души. Я правильно понял эту песню? Совершенно верно. Верно? Я единственный, кто это понял? Нет. Есть еще люди? Есть. Напротив тебя, Гарик. Теперь вам вопрос. Как вы считаете, кто из звезд нашей эстрады взялся переделать этот трек, переосмыслить его и преподнести в таком виде, что люди скажут, это хит, это конфетка? Ну, я... Не знаю, если в стиле рэп, может быть, баста? Ого, баста! Ну, я думаю, что здесь возможен Джиган. Потому что он сидит на чиле, может... Человеком над надфилем вот это? Вот, да, да, вполне возможно. И рэпчик тоже. И в то же время сидит и напрягается. То есть вы считаете, что это обязательно должен быть рэпер? Я не считаю, что это должен быть рэпчик. А кто это должен быть? Мне кажется, эта женщина может спокойно спеть, да, Оль? Зиверт. Женская душа вполне. И припепчик свой. Успенская может быть. Человеком над знать. Человеком над знать. Почему нет? Что вы думаете, если споет эту песню Джонни, добавит припев, добавит стихи Пушкина, как он сделал, да? Как он уже, да. Уже сделал. Ну, почему нет? Александр Сергеевич, он всегда выручает в стрессовых ситуациях. Оль, то, что ты... Оль, то, что к тебе приходит иногда Пушкин и пытается тебя выручить... Я прошу прощения. ...это проблемы твоего психиатра и твоих таблеток. Давайте так, не факт, что к Оле приходит именно Пушкин. Ты знаешь, что Оля думает, что она сейчас сидит с Гоголем и Некрасовым? Да, и они шепчут ей на ухо. Я хочу Джонни. Оля, ты это говоришь даже не, когда мы говорим о музыке. Поэтому давайте все-таки теперь все внимание на сцену, правда? Да, это сейчас самый главный момент. Произойдет чудо. Вячеслав, вы готовы? Да, конечно. Сейчас ваша песня, возможно, станет конфеткой, и вы выиграете 300 тысяч рублей. Под ваши аплодисменты... Я не верю. ...экран раскройся! У-ху-ху-ху-ху! Это жизнь поединок и борьба с самим собой. На душе много льдинок, я туда не могу. Что это, скажите, я не вижу. Детский хор. Это жизнь поединок. И борьба с самим собой. На душе много льдинок. Мы туда не такой, Что советы и души Не нуждались мне в шок. Человеку на свете. Пастор. Ухор детский всегда хорошо. А весь смысл в лунной губне Весь мир становится с ней. Ведь было так, ведь так будет. Когда мы с тобой все сильней. Мы не сдаемся, не плачем. Пусть испаряется дым. Человеком назначен, значит, Ты точно будешь жим. А раз пахнем, то в небе вдруг загорится звезда. Ну а что для счастья нам надо, Чтобы сияла она всегда. Чтоб чувствовать нужность и принадлежность свою. Всегда быть нужно, Человеком в этом важном строю. Эй-оу! Это жизнь поедина И борьба с самим собой На душе много дина Мы туда не могу. А что сокрентые души Не нуждались ни в чем Человеку на свете Можно чьё-то плечом Нужно чьё-то плечом Нужно чьё-то плечом Нужно чьё-то плечом И в цифроворции охранных здесь достается всем новым Кто-то хочет быть главным, а кто-то хлеб пополам Запрессованы в гамме всех этих ярких лучей Разгорается пламя, огонь холодных ночей И на разбитый ее теперь не взглянет никто Лишь разноцветные краски всех привлекают за то Их дорогие машины, их яхты, деньги, вино И вот поэтому живы все люди стали давно Это жизнь поединок И борьба с самим собой На душе много льдинок Я туда не в ногой Чтоб согрелые души Не нуждались ни в чем И мы бегу на стыдне Мы с учетом плечом Нужно счет отмечать Круто Да, Бузова, за Джонни ты, конечно, молодец Василий, присаживайтесь На самом деле это нереально, что сегодня происходило сейчас на сцене У меня были мурашки У меня тоже по всему телу Очень классно Меня тоже Я серьезно Это было очень круто, действительно Спасибо большое Кстати, познакомьтесь Вячеслав Василий Да Вася Я его знаю Ну классно получилось, мне кажется Очень душевно получилось Мило Как вы думаете, вы Насколько сегодня претендент на самый главный приз? Вот эта переделка, она насколько Не знаю решать вам Да ты что, ты что, кокетничаешь? Говори, конечно же Ну это конфетка по-любому Да И это самое главное Самая душевная конфетка Давайте проводим аплодисментами Басте Басте, спасибо огромное Который переделал эту песню Спасибо Спасибо Вячеслав, с вами мы еще увидимся Это был Баста и детская вокальная студия «Белый пароход» Ваши аплодисменты Спасибо Это было прекрасно Понравился трек Басты? Ищите его в плейлисте «ВК-музыки» прямо сейчас Только там доступны абсолютно все песни из нашего шоу Скачивайте приложение «ВК-музыка» и продолжайте слушать хиты Самый длинный льготный период в стране по кредитной карте Альфа-банка И гарантированное бесплатное обслуживание А мы вместе с Мариночкой Смотрим еще один клип Следующий клип, в который, я думаю, всех нас поразит Поехали, дорогие друзья Ты видишь меня Но это не я Это не я Это другой И он не такой Совсем не такой, как я Здравствуйте, я Павел Петров Музыкой начал заниматься лет 25 назад Люди поют мои песни Играют мои мелодии Записывают ремиксы Когда мне поступило предложение от ТНТ Поучаствовать в конкурсе со своей песней Я с радостью согласился Это для меня шанс Чтобы еще больше людей узнал о моем творчестве Павел, добрый вечер Меня зовут Гарри Здравствуйте Присаживайтесь, Павел, пожалуйста Сразу вопрос по вашему тексту Вы в своей песне спели, что это не вы, это кто-то другой И сразу вопрос к вам Это вы или кто-то другой Текст с двойным смыслом Опа Ты видишь меня Но это не я Вот давайте, чтобы понять всю суть Мы посмотрим все-таки чуть больше из видео, да? Вы смотрели свой клип? На большом экране таком Нет, на большом не На большом не смотрели? Так посмотрите, вам откроется много подробностей сегодня Например, то, что клип начинается неожиданно С того, как Оля Картункова играет на барабанах Ты видишь меня Ты видишь меня Но это не я Это не я Это другой И он не такой Как я О, подожди, подожди На самом интересном Не закрыт гешталь Что сделал дальше, Павел? Он там прыгал наверх Может он Давайте еще раз Может он умер? Ты это имеешь в виду? Давайте посмотрим еще раз Обалдеть Все, он приземлился О чем вообще эта песня? Потому что мы не понимаем Это юмор, трэш Это какой жанр? Или наоборот все серьезно Это строго посередине идет Трэшем, юмором и серьезный Строго посередине между юмором и трэшем? А если бы Гарик другие примеры привел, там тоже строго посередине? Текст Он, как бы сказать, обо мне Но это не вы Вы видите меня Но какой на самом деле Вы не знаете Поэтому Но мы в течение клипа узнаем Какой вы на самом деле? Нет, там дальше еще Таинственней Можно хотя бы чуть-чуть В стихах нам объяснить Какой был текст? Это не я Ты видишь меня Но это не я Это другой И он не такой Совсем не такой, как я Так А дальше? Идеально для налоговой Приходишь Пока что идеально А дальше идет припев Так Звездным эхом Вдаль полетела Вдаль полетела Да Песня навсегда Песня навсегда, так Что же ты сказать не хотела Не узнать уже никогда Ну красивые же слова Красиво Ты заметил? Ты заметил? Я знаю, я знаю Павел начал прыгать Марина, я поняла Ну, ну, ну Это склейка Переход от разных локаций Да Чтобы немножко монтаж Вот так вот Оль, я заметил еще важнее вещь Я понял, для чего он прыгал Он хотел достать С антресоли фен Так у него волос нету И достал, наконец Смотрите А где? Посмотрите Но это не он Это не А, вы хотели достать пассатижи Но это не он Это фен Это точно фен? Гарик, это точно фен? Это две версии Либо это фен Либо это устройство Из людей в черном 2 Когда стирают память Понятно, почему в очках Я знаю следующего участника Это будет опять Павел Почему фен? Как он тут оказался? Ну, микрофона не оказалось под рукой Вот, я не понимаю Поэтому вот Издалека похоже микрофон Песня тоже на фен записана, да? Павел, скажите, пожалуйста Вы, безусловно, человек с юмором Это уже понятно Потому что вряд ли эта песня такая драматичная Серьезная Хоть и звездным эхом вдаль полетела Потому что вы даже улыбаетесь, когда поете Скажите, пожалуйста Как вы думаете, кто взялся за это чудо И кто попытался превратить все это в конфетку? Может быть, Григорий Лепс Может быть, я же не знаю Может быть Может быть Азамат, как ты думаешь, кто это может быть? Мне кажется, никто не справится лучше, чем Томас Андерс А, Томас Андерс Из Modern Talking? Да, да Там, где Андерс Там и Болин Это не я, это другой эдитер Болин выходит Это я! Это я! Это я! Это вовсе не другое Оль, твои версии Может быть, Юлиана Караулова? Неплохо Хорошей хореографии Может быть, Юлиана Караулова только с хорошей хореографией Давайте-ка насладимся этим волшебным мигом Потому что это самое главное Это квинтэссенция шоу «Конфетка» Когда мы следим и наслаждаемся невероятным перевоплощением песни Я прямо вижу, что Павел на взводе Максимальная точка кипения Давайте не откладывать это в долгий ящик Вы готовы, Павел? Да, готов Поехали! Лазарев? Лазарев? Ты видишь меня Видишь меня Но это не я Это не я Это другой Офигеть, как круто! И он не такой Совсем не такой Как я Звездным эхом вдаль полетела Песня навсегда Что же ты сказать не хотела Не узнать уже никогда Звездным эхом вдаль полетела Песня навсегда Что же ты сказать не хотела Не узнать Никогда Никогда Ты видишь его Ты видишь его Видишь его Но это не он Это не он Это другой Это другой И он не такой Совсем не такой Совсем не такой Как я Я не знаю Это не он Ой, что да, песня! Браво! Песня навсегда! Что же ты сказать не хотела? Не узнать уже никогда! Звездным эхом вдаль полетела Песня навсегда! Что же ты сказать не хотела? Не узнать никогда! Ты видишь меня, но это не я! Браво! Шикардос! Сергей Лазарев, дамы и господа! Ну это круто! Это круто, я вам скажу! Здравствуйте! Павел, Сергей, Павел, вы тоже можете садиться, все хорошо! Мы вместе с тобой, Сереж, должны выдохнуть, две секунды, потому что мы тут, у нас были версии, кто взялся... Да, Юлиана Караула, я очень похож, спасибо! Между прочим, я хочу... Я в последний момент говорю, Караула, вы уходи, все, я сам справлюсь! Хочу открыть пикантную тайну! Давай! Дело в том, что ты стоял, скажем так, не лицом пока, что ты стоял, и тебя узнала Бузова... Сразу же! ...со спины в темноте! Да, я узнала! Я это слышал! У меня вопрос, где-то вы встречались со спины в темноте до этого? Может, в какой-то очереди? Дело в том, что вы в очереди... В очереди за фонариком! Вы знаете, сравнительно недавно Оля сказала, что с большим удовольствием бы родила от меня ребенка, я предполагаю, что... Она и про тебя это сказала, и про Джонни... Да, а то есть она не только про меня говорит? Сереж, она ходит по всей стране, подходит к мужикам и говорит, я с удовольствием родила бы от тебя... Ты знаешь, встань, пожалуйста, знаешь, это так и было! Это вот так было! Я прошу прощения, я породила от вас ребенка... Извините, мне сейчас золотой граммофон вручают... Лазарев, это Лазарев! Очень важно, очень важно, чтобы там с удовольствием... С удовольствием родила бы! Я представляю Олю в роддоме, от кого я рожаю? От Лазарева! Какое объявление? Ольга Бузова, рожаю с удовольствием! На самом деле, если позволишь, я скажу, что песня — это хит большой. Это же припев, это прям... Это аплодисменты! Песня навсегда! Спасибо, спасибо! Очень заедает! Что же ты сказать мне хотела? Не узнать уже никогда! Звездным эхом вдаль полетела! Песня навсегда! Что же ты сказать мне хотела? Не узнать никогда! Я хочу Павлу сказать, что это не вы, это другой. Это... и это не он, это... Вот теперь понятно. Но он поет вашу песню, Павел. Это означает, что Сергей нашел вот эти ростки хита. Вам понравилось? Друзья, да. Давайте послушаем, что думает Павел. Может, ему вообще не понравилось? Вполне возможно. Павел. Нет, песня понравилась. А исполнение Сергея? Надо было сразу спросить. Нормально. Песня нормальная. Выбор свою песню. А как вам исполнение Сергея? Замечательное исполнение. Мне понравилось. Спасибо, спасибо. Сереж, а почему не прыгнул ни разу? Не прыгнул? Прыгает другой артист. Кто-то другой. Кто-то другой. Понятно, кто-то не ты. Я уверен, что со второго прослушивания уже хором будет петь ведь зал, поэтому... Так может быть составить договорчик, заплатить Павлу? Вполне возможно. Потому что в стране... Нет, но если зрителю понравится, если у меня будет огромное количество комментариев по поводу этой песни, то почему нет, если Павел не против, я с удовольствием буду петь его песню. Да, Павел, слушай вас. Насчет припева я хотел сказать, что... Ну, его вообще поняли, о чем это припев. А, без чувства пел, да, Сергей? Без чувства пел я. Нет, нет, просто... Эту я тайную не открою. Подождите, это песня для какой-то конкретной женщины, да? Нет. Для мужчины? А тайна от... Хабиб, ты еще слишком молод, чтобы делать такие выводы. Надо же понять, о чем суть. Может, это песня про Саратов? С философским... Нет, песня с философским текстом. Но это тайна от кого? От нас пока, от всех. От меня. Нет, ну, у меня еще есть песни, просто я хотел вот эту оставить себе, чтобы тоже иногда петь. Нет, Павел, не волнуйтесь, без вашего ведома и без вашего согласия ничего не произойдет. Мы ничего не делаем. Вы знаете, это вот абсолютно мое исполнение, это мой подарок вам и мое видение, и мое прощение. Никто вас ее отнимать совершенно не будет, и она абсолютно вам принадлежит. А я был счастлив прикоснуться своим скромным талантом к вашему творчеству. Сереж, спасибо большое, да, спасибо. Сереж, было очень круто, спасибо. Спасибо огромное. А с Павлом мы еще увидимся. Спасибо. Павел, успехов. Ты не русский, что ли? Русский. А я американец. В новом сезоне. Это словно наши. Одни загадки. Во всем защита нафига. Батю эксгумирую, узнаю, насколько он мне батя. Саня Кучин докопается таки до истины. Ну, здравствуй, папа. И до любого. Спасай, убьет. Кто встанет у него на пути. Кучинок на планете 12 тысяч человек ровно. Да. И все они в этой папке. Готов купить. Цена вопроса. 3000. А вам зачем? Да есть вероятность, что я американец. Тогда в долларах. Патриот. Новый сезон. С 13 февраля. В 8 вечера. Найду слово сына. На ТНТ. Ну что, друзья, мы уже посмотрели два клипа и посмотрели два шикарных номера. Услышали две звезды. Что же дальше? Время для следующего клипа. Вы готовы? Поехали. Смотрим. Дверь. Дверь. Это что за зверь? Белки саболи. Это край земли. Край земли. Край земли. В Тверь. Никому не верь. Просто глухомань. Что ты перестань. Мальчик из Твери. У твоей двери. Ночи напролет. О, чего-то ждет. Классно. Мальчик из Твери. И решили снять клип на эту песню. В этот же день мы смонтировали ролик и выложили его в интернет. Через пару дней стали нас узнавать. Стала песня звучать даже на региональном телевизии нашем. В комментариях под этим видео люди писали, что это не официальный гимн Твери. И в этом клипе есть один маленький секрет. Голос, который звучит в этом клипе, принадлежит не нам. Гарик, Марина. Очень приятно. Здрасте, Гарик. Значит, Александр Лукьянов, это автор песни. Скажите, пожалуйста, вы каким-то образом участвуете в этом клипе? Снимали его? Нет, я не снимал, я вообще об этом не знал. С этой песней вообще одни скандалы. Первый скандал был с Натальей Ветлицкой. Для нее была написана песня. Мальчик из Твери? Да, да. Она до этого спела песню мою «Глаза цвета виски». А так она зашла хорошо. Это ваша песня? Да. И она потребовала еще одну. А песню про Тверь вы ей отправили? И что-то там пошло не так? Нет, эта песня ей понравилась. И она исчезла на полгода куда-то. В Индию, там, ёлка и все такое. Прошло полгода, а мне один знакомый, продюсер, говорит, Саша, давай дадим ее на радио. Так у тебя звучит классно, так креативно по тем временам. Ну, только я отдал эту песню, потому что она пропала. Через неделю она звонит. Саша, я готов взять эту песню и, так сказать, исполнить, как говорится. Ну, я сказал, что послушай радио. А сейчас кто это поет? Это я. А это вы поете? Да, да. Голос ваш? А при чем здесь Андрей? Подождите, а что Андрей делает? А вот они, это был второй скандал с Андреем. То есть вы услышали по радио песню, вы говорите, запись нажал, да? Давай клип снимать. Давай. И сняли, да. Реально так? Ну да. Вот почему в клипе Андрей не попадал в слова. Вы видели? Вы обучили обратить внимание? Это был даже не Андрей. А кто это? Был же еще один молодой человек, да? Это человек в белой шапке. Тоже Андрей. А, ну тогда ты права. Тоже Андрей просто зовут. Двух парней. Еще нюанс. Я же не собирался сам петь эту песню на сцене. Я придумал такой псевдоним Саша Лукач и Александр Лукьянов. А это Саша Лукач. И написал такой релизик, что это мальчик из Сербии. Мне кажется, что вы сейчас переплюете Леди Гагу по скандалу. Что вы творите, Александр? А в итоге когда вы познакомились? Сейчас? В итоге мы первый раз сегодня увидели. Поезде. Они ехали в одном купе. Не, но я видел их в клипе. Они, наверное, меня тоже как-то, наверное, уже где-то видели. Подождите, подождите. То есть вы знаете, что эти люди украли у вас песню? Ну не украли. А как не украли? А как это называется? Ну взяли. Ну взяли. Ну они просто креативно сняли видео. Я хочу сказать, что мне очень понравилась песня с самого начала. Она реально не слышала. Я там понятно. Стоп! Это хит. Значит, стоп! Остановись. Давайте сначала послушаем эту песню, а потом будем делать выводы. А все понятно сразу. Ничего не понятно. Все заново. Давайте. Я правильно понимаю? Тверь это что за зверь? Да. У меня такое ощущение, что вы просто открыли в интернете слова рифм, посмотрели какие из рифмы на слово тверь и просто запихнули все смыслы. Это изначально было совсем по-другому. Просто 10 лет назад все песни, которые звучали, они раскручивались только на радио, и нужно было как-то выйти из этого, понимаете? А я как старый такой закаленный хитовик. У меня там 20 песен Киркоров поет, Распутина, Штукты, Атлантида. Это вы написали? Да, Марина. Я люблю тебя, Марина! Это любимая песня, Торико! Это вообще... Я люблю тебя, Марина, все сильнее, Денят. Это вы написали. Слушайте, как здорово, что вы украли песню у такого талантливого человека. Получается так. Но, кстати, у ребят, я заметила, была строчка, ты видел, что слова и музыка Саша Лукач, но мы его в глаза не видели. Вот, 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 смотрите, слова Саша Лукач, но мы его в глаза не видели. Зверь, 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 это что за зверь, что за зверь, белки соболи. Что значит белки соболи? Почему не соболя? Почему? Потому что не укладывался в ритму. Да, крючок, крючок. Ну, нужно что-то народное, понимаете? Белочки соболь, да, в этом смысле? Дизеля, соболи. Эта песня, вот вы же юмористы, эта песня шутка, в принципе. А, так это вообще не всерьез написанная вещь. Не всерьез, и всерьез. Тут два, я люблю несколько пластов, понимаете? Андрей, вы так поняли, да, эту песню тоже? Да, Андрей, все равно, они украли эту песню. Мы просто простулись, как-то услышали. Просто стебли, стебли. Созвонились с другом, и такие, она просто заразительная максимальная. А вы из Твери? Да, конечно. Послушаем дальше песню. Никому не верю, верю, просто глухомарю. Вот, вот, видите? Просто рот не открывает под слова. Не то, что ты. Не то, что я. Я еще попадаю в свои слова, вы понимаете? Это важно. Мальчик из Твери у твоей двери ночи напролет. Мальчик из Твери у твоей двери ночи напролет. Это какой-то гимн тверских коллекторов, который... Точно. Я еще... Чего-то ждет он, да. У твоих дверей стоит, чего-то ждет. А вы не могли на съемках сказать, мужик, отойди, мы клип снимаем? Ну что, сложно было сказать, эй, алло? Валера! Валера, ну как? А найди. Выголивай соболяя там. Но это песня, жизнь. Это режиссерская версия. Это и есть мальчик из Твери. А-а-а, то там. Давай посмотрим. Твери, 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 ты ее измерь, ее измерь, глубиной души, глубину глуши. А-а-а, чего? Можно один вопрос вам пока второй песни? А глубину глуши чем глушометром каким-то мерить? Ну как мерить? Криком. Чем быстрее заканчивается крик в глуши, тем меньше глуш. Я же человек, воспитанный камышами. У меня вопрос к Андрею. Андрей, я правильно понимаю, что пока пел тот Андрей, снимали вы? Конечно. И пока пели вы, снимал тот Андрей. Но я вам скажу, вы снимаете лучше. Спасибо. Динки в сердце летят, как пули. Пули, как пули. Именно в эти дни в Твери проходил фестиваль плохого настроения. Кстати, кстати, это полуфиналисты. Нет, дяденька идет, я вообще-то ехал на другой фестиваль. Медленных походок. Я вообще-то на фестиваль медленных походок. Фестиваль польских плащей. Разные фестивали встретились друг с другом. Давайте перейдем к самому волшебному эпизоду. Азамат, скажи, как ты думаешь, кто взялся за эту песню? Кто рискнул? Фактор 2. О, это интересно. Там тоже два Андрея, да? По-моему, да. Оля, ваша версия? Я думаю, что это Дима Билан. Хабиб? Я думаю, что это Дима, но не Билан, а Дмитрий Маликов. Очень похож тембор. О, это хорошая версия. Какая у тебя версия, Марина? Я бы, кстати, мне кажется, хорошо бы прозвучала эта песня из уст Оли. Почему нет? Мальчик из Твери? Да, почему нет? Я так хочу, возьми. Знаете, я беру свои слова обратно. А я думаю, это поет Сергей Жуков из «Руки вверх». А вам как кажется? Александр Андрей, как вам кажется? Кто это может спеть? Меня спросили перед передачей. Я подумал, что Сергей Лазарев мог бы спеть. Или хор Мальчиков, например, как вариант. Андрей? Да, может быть, Басков, нет. Басков? Басков. Хочется, что Басков, да? Мальчик из Твери, подай-ка мне мои софьяновые сапоги. И карету помойте, я еду играть в карты к помещику. А если Шура? А если Шура, то это будет смешно. Я не могу больше никак комментировать. Давайте вот больше не гадать. Давайте поаплодируем, и будем гадать. Да, Марина, ты права. Объявляй. Ну что ж, песня «Мальчик из Твери» в исполнении звезды российской эстрады. А кто это, мы узнаем прямо сейчас. Мы волнуемся. Мальчик из Твери, у твоей двери. Девушка, дедушка, дедушка. Девушка, дедушка, дедушка. И опять краса, а в глазах слеза. И в глазах слеза. Мальчик из Твери, у моей двери. А чего он ждет? Сам, 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 не поймет. А он стоит под дождем промокший. Свою спину слегка суртура. Мальчик из Твери, у моей двери. Ночи напролёт Он чего-то ждёт Мальчик из двери У моей двери А чего он ждёт Сам, сам, сам не пойдёт Юлиана Караулова, встречайте! Юлиана, привет! Здравствуйте, я девочка из двери Девочка из двери Рада видеть, привет Ну ладно, не девочка, я поняла твой сарказм Познакомьтесь Александр, Андрей Юлиана Здесь ты всех знаешь Очень приятно, здравствуйте Вот специально тебе сделали Такой постамент Я считаю, это хит Потому что Когда я услышала эту песню Потом, когда я её записывала, репетировала Как-то она у меня так заела В голове, и потом она мне приснилась Это я сейчас не придумываю Я проснулась с утра и такая Господи, боже мой Что теперь с этим делать Потому что бывают мелодии Которые у тебя просто Селятся в голове И ты не понимаешь, как их оттуда выселить Вот это мальчик из двери Получается, так же мы и сняли эту песню А ещё А это очень личная для меня история Мой первый молодой человек Он из Твери И он здесь Это другая программа На другом канале Вот, кстати, хочется сказать Ребят, как мы не додумались Что девушка должна исполнять Потому что, действительно Мальчик из Твери Юлиан, это настолько было Логично Красиво И такая картинка И так всё сросло Очень здорово Юлиан, тебе огромное спасибо, потому что ты Спасибо Ты одна из тех единственных певиц и музыкантов у нас в стране У которых безупречный вкус И вот эту песню, которую Как бы Андрей сейчас нам не старался И Александр не старались представить Её как песню-шутку Песню-прибаутку И так далее Всё-таки это серьёзное произведение Получилось Очень классно Драма Ну и в том числе драма И сегодня я драма курина Гарик, мне очень хочется всё-таки Давайте спросим мнение человека, укравшего эту песню Андрюш, как вам? Понравилось? Понравилось, конечно, всё Спасибо тебе, что ты была готова на этот эксперимент И получилось просто здорово И очень красиво Удовольствие Очень круто Спасибо тебе огромное Провожаем наших участников Встретимся с вами Спасибо Юлиана, тебе огромное спасибо А с вами мы встретимся Хотите добавить конфетку в свой плейлист? Все песни, которые звучат в нашем шоу Можно послушать только в ВК-музыке Оформляйте подписку и слушайте музыку Без рекламы и других ограничений Давайте вслушаемся в текст Музыкальное шоу «Конфетка» В субботу в 9 вечера Премьера на ТНТ Ух Бушует шоу «Конфетка» на телеканале ТНТ Мы смотрим очередное творение из интернета, которое, наверное, в будущем станет всенародным хитом АПЛОДИСМЕНТЫ О! Наши! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вдруг кто-то не знает английский Он сказал «Флай, флай, давай летать» Ну, то есть он поясняет все в песне Типа переводит, да? Да, «Флай, флай, давай летать» Тогда надо «давай летать, летать» Давайте приглашать, приглашать Да, приглашать Кирилл Мел у нас в гостях Всем здравствуйте, меня зовут Кирилл Мел, город Волжский Я являюсь сотрудником МЧС России Музыкой занимаюсь в свободное от работы время, это мое хобби Одну из своих песен «Будь со мной» я написал еще в 10 классе Она понравилась нам, и мы с друзьями решили снять даже на нее клип Я как парень из провинции даже и представить не мог, что меня могут позвать на федеральный канал С песней, которую я записал 6 лет назад Если мне удастся выиграть сегодня приз, то я обязательно направлю все средства на развитие своего хобби И, возможно, сниму какой-нибудь еще клип Кирилл, привет! Меня зовут Гарик Привет, Кирилл Это моя советующая Марина Кравец Здравствуйте, здравствуйте всем Присаживайтесь, пожалуйста Я думаю, что было бы несправедливо нападать на Кирилла, не дослушав эту песню А я так понимаю, она продолжается Конечно, конечно Она не остановилась там, где я ее остановил, да? Там три куплета Мы... Три куплета? Опять три куплета? Да Кирилл Мел представляет «Будь со мной» Почему я хотел видеть тебя тогда А ты мне удала, мол, у тебя дела Ты была с другим Я хотел бы с тобой Ты не со мной А ты не со мной И снова вечер В голове только ты Теряю рассудок Я забыл про мечты Потерянные в мире Забытые мы Ты не ты Оу, ты не ты Я хочу просто подчеркнуть, Кирилл, что очень странно, когда мужик встречается с бабой, а третий приходит подсаживаться и поет что-то им-то Как будто меня здесь нет, я здесь в тень, как-бы, да А, это так Типа у них такой тет-а-тет, у них рандеву, у них свидание, а это ты как-бы перенесся в... Ты на самом деле сидишь дома и страдаешь Ну, типа того Понятно Ты так круто смеешься, мне это нравится Скажи, пожалуйста, вот ты там поешь, что ты так круто смеешься, как это круто смеяться? Марин, как круто можно смеяться? Ой, наверное, так А я думаю, круто смеяться, это типа... Вот смех Хабиб, как круто смеется человек Окей И все девчонки такие... А нет, а тут история, наверное, про то, что он любит ее и все, что она делает, она делает круто априори, как бы она не смеялась Ты потрясающе видишь очевидную вещь, но все-таки посмейся, пожалуйста, как-то классно Я не знаю Действительно не знаешь, ну ладно, давайте дальше Не дашь меня, можно не париться, ты в режиме оффлайн, я постоянно онлайн, хочу с тобой оффлайн, флай, флай, давай летать, давай летать Оля подавилась глаголом Да Не, она сказала рифмовать и сразу рифму к нему, рифмовать, Ать Опять рифму Рифмовать, мать Слушайте, реально, мы вот каждый раз уже сколько мы здесь посмотрели истории Спотыкаемся об это отвратительное понятие рифмы Вообще ужас Оль, а если ты еще откроешь для себя ноты, у тебя вообще будет шок Прикинь Кошмар Ты мой хит? Да Я чуть поясню немножечко Я нарисовал образ девушки, которую хочу видеть рядом с собой Так Вот Спустя три года после этой песни Крупный план Бузовой Неинтересно Слеза, слеза Слеза пошла Да, я встретил девушку, которую зовут Катя И у нас летом свадьба будет Летом свадьба? Да Хорошо Мы не досмотрели, там есть ведь очень хороший момент Я покажу тебе мир, ты будешь самый счастливый Здесь можно один вопрос, Кирилл? Да Просто когда человек говорит девушке, я тебе покажу мир, ты будешь самый счастливый Имеется в виду показать и Мальдивы, и Рио-де-Жанейро А не крышу какого-то высотного здания Может потому не могли найти девушку? Девушка сидит и думает, что я за него буду выходить, что я там не видела Хорошо, что я ее встретил, она не знала, что я увлекаюсь музыкой, она не видела Ой, благодаря нашему шоу знает Вы знаете, я наконец-то понял, чем занимается Бузова Я думал, она певица Оль, ты увлекаешься музыкой, оказывается Нет, Оля музыке мстит Ты будь со мной, будь со мной Why Я покажу тебе мир, ты будешь самый счастливый Будь со мной, будь со мной Why Такой умный, красивый Подожди, что там? Там что? Why Why Ты такой умный, красивый Why Why Или Зачем? Он спрашивает Зачем? Да, то есть ты метишь в англоязычную, наверное, культуру Да В Штатах выступает Или в Грузию Будь со мной такая красивая Why Может быть в таком разрезе Why, ты такой красивый Я тебе покажу мир Why Армянские песни такие Я покажу тебе мир Why Why Ты будешь такой красивый Why Давайте дальше смотреть Когда вокруг лишь ложь, когда вокруг лишь сон Я меняюсь Я для тебя Я встаю с утра Я бегу туда Ты моя мечта Слушай, опять этот? Опять они Понаехали Ты поймаешь, вторая девушка уже в клипе И опять тот чувак, а этот, а Кирилл Фантазии одинаковые у парней Я всегда про тебя Когда увидел что в интернете Это не .ru Я без тебя не могу Я без тебя не уйду Я и с тобой хочу Ты такая милая Когда листаешь Чёртов инстаграм Тачки пьянки гулянки Моё сердце пополам Я сам не понимаю Что вообще происходит Мы зависим от неё А другое Я вводь меня Дикой с тобой Дикой с тобой Мы гуляем с другой Будь со мной Будь со мной Я извиняюсь, пожалуйста Единственное, что я поняла Что вообще происходит Я вообще Что вообще А можно вот сейчас это без гитары Повторить? Очень тяжело, когда ветер в рот залетает А может быть просто Кирилл фанат Тины Канделаки Она тоже так очень быстро разговаривает Канделаки стайл это было Да, это Канделаки Это чистый Канделаки стайл Канделаки 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 Йома Баттефлай Тина Лаки Кирилл давай Сейчас главное не забыть там Уж 6 лет назад всё-таки Давай 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 Знаешь я страдал по тебе Когда увидел ещё в интернете в контакте .ру Я без тебя не могу Я без тебя не уйду Я быть с тобой и хочу Ты такая милая Когда листаешь чёртов инстаграм Тачки пьянки гулянки Моё сердце напополам И я сам не понимаю что вообще происходит Я зависим от неё Другой её водит Меня дико заводит Внутри всё кипит От общения с тобой Но гуляя с другой Будь со мной Будь со мной Будь со мной Класс Класс Но это круто Мне кажется Мне кажется Сегодня вы перечисляли рэпер Мне кажется это какой-нибудь рэпер Будет песня Да Сто процентов Это будет Ну так как Баст уже был Я думаю это будет Тимати Тимати или Или Мот Мне почему-то видится здесь Какая-нибудь сексуальная женщина Анна Седокова например То есть с большими формами Да То есть ну прям вот будь со мной И ты не устоишь в любом случае Почему я так себе представляю Седокова Будь со мной Ай Ну чё я так Ой это же мне Оль как думаешь Кто мог спеть эту песню Я услышала знаете кого В речитативе Круче Сани Эстеба Никто это не прочитал Но Мне почему-то кажется Что эту песню Классно бы обыграл Егор Крид Со своей ещё и лирикой Опа Было бы неплохо Даже хорошо Кстати Кстати вы с Егором Кридом В чём-то похожее Обаяние И вот неконтролируемые движения И ажитация рук А я думаю что ради такой песни Ради кавера на такую песню Мог бы воссоединиться Кабаредуэт Академия Хабиб что ты думаешь Но есть ещё классная версия Это может быть Григорий Левс Будь со мной Будь со мной Вау Тоже классная версия Интересно Кто это может быть А тебе самому как кажется Ну я думаю Егор Крид наверное да Ну хороший вариант да В любом жанре В любом да Дамы и господа Встречайте Большинством голосов Шоу конфетка Егор Крид Но это не точно Наверное но это не точно да Вау Я покажу тебе мир Ты будешь сам счастливый Будь со мной Будь со мной Вау Такой умный Красивый Забавный Ну-ка Счастливый Счастливый, счастливый, счастливый. Почему я хотел тебя видеть тогда? Но ты не угала, у тебя мол дела. Ты была с другим, я хотел быть с тобой. Но ты не с во мной, ты не с во мной. И снова вечер. В голове только ты. Я теряю рассудок. Я забыл про мечты. Ты так глупо смеешься. И мне это нравится. Ты кидаешь меня. И мне можно не париться. Будь со мной, будь со мной. Ты бежим и онлайн. Будь со мной, будь со мной. Постоянно онлайн. Я хочу лишь с тобой, с тобой. Флай, флай, флай. Ложи. 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 Будь с тебя не могу, без тебя не уйти. Я навеки попал в твои сети. И снова вечер. В голове только ты. Я теряю рассудок. Я забыл про мечты. Ты понимаешь, ты. Ты так круто смеешься. Будь со мной, будь со мной. И мне это нравится. Ты кидаешь меня. Будь со мной, будь со мной. И мне можно не париться. Будь со мной, будь со мной, relationship online. Будь со мной, будь со мной, постоянно онлайн. Я хочу лишь с тобой, с тобой, твой, твой, твой. Будь со мной, будь со мной, ой. Браво! Браво! Браво, Иванушки Интернешнл! Друзья, это... Здравствуйте! Добрый вечер! Здравствуйте! Вот это да! Класс! Привет! Это живой! Мозорожка! Да! Здравствуйте, здравствуйте! Привет! Добрый! Ребята, присаживайтесь! Ох! Честно хочу сказать, я вас так рад видеть, вы не представляете! От всей души! Аналогично! Гарик, я хочу сказать, первое, что я когда услышала, вот это, будь со мной, будь со мной, я думаю, господи, как мы, почему мы про вас не подумали, это же идеально просто! У нас новая песня появилась! Мужское трио! Это новый хит! Да-да-да, это между «Руки вверх», «На-на» и «Иванушками» такая... Нет! Не-не-не-не-не! Я хочу сказать, что если Кирилл заключит с вами какой-то контракт, договорится, я передаст вам эту песню, хоть на какую-то пользу, хоть на раз, вы не представляете, эта песня просто порвёт! Разорвёт в очередной раз! Разорвёт! Это! Как разрешает! Будем считать, что уже отдал! Как вот, как мы отдали Хабибке Тополиной Пуху поёт прекрасно на концертах! Это правда, на самом деле, да! А что мне не отдали, я бы тоже спел! Ребята поют в конце концерта мало половин, совершенно круто! Ну ты же отдала нам её! Офигенно! Подождите, что происходит у нас на эстраде? Все друг другу дают! Кстати, это была бы отличная идея, мне кажется, спеть вам эту песню летом на свадьбе у Кирилла! Опа! А? Представляете? Так он даже и мечтать не мог! А? Да! Ты там, Кирилл, просто офигеешь, когда прилетит райдер, три бизнес-класса, 18 администраторов, не такая гостиница, осекая, микрофон где золотой! Там ещё 700 рублей доплатить надо! Да! Если говорить честно, то я видел по глазам, по движениям и по эмоциям Кирилла, что тебе песня понравилась! Подтверди! Да? Мне безумно понравилась! Честно говоря, даже и предположить, и подумать даже не мог, что Иванушки Интернешнл будут исполнять мою песню! То есть ты нас в детстве слушал? Конечно! Конечно! Он ещё в маме слушал вас! Знаешь как, ребята, на самом деле мне очень... Кириллу тебе 22 года, да? 23 вот вспомнилось! Иванушкам 28! Не было ещё! Не надо об возрасте говорить! Иванушкам 28, а Андрею отдельно 70! Поэтому 5! Но на самом деле, знаешь, вот мне, кстати, очень приятно, когда присылают видосики из метро, где балалайшники играют тополиный пух на оркестр, где на улице поёт чувак какой-то, человек-оркестр, там тучи, и вот мне это реально приятно, что люди их любят, останавливаются, слушают, поэтому если её будут перепевать, можешь только кайфовать от этого, потому что лучше для музыканта, композитора ничего нет, когда твои песни поют другие. Вот так, Кирилл, бесплатно твоя песня улетела... К нам! В тур по России! Ребята, огромное вам спасибо! Это было шикарно! Потому как сегодня в рамках конкурса, в рамках соревнований зрители будут оценивать и оригинальное произведение, и перепетую новую версию, и вкупе вот в этом синтезе двух песен мы будем получать финальный результат, поэтому мне кажется, что ваш вклад огромный, огромное вам за это спасибо! По крайней мере, моя бывшая жена, я ей отправил песенку, а она мне звонит, это лучшее, что вы сделали за последние годы! Я говорю, а мы особо последние годы ничего не делали! Это первая наша песня за последние лет десять! Новая! Кирилл, спасибо большое, что ты родился! Правда! Никаких проблем вообще! Конечно, если бы не ты, не конфетка, то Иванушка хита бы не появилась нового! Спасибо вам огромное! Это было нереально круто! Спасибо! 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 Спасибо, что пришли! Иванушки Интернешнл и Кирилл Мел! АПЛОДИСМЕНТЫ Да! И все они в этой папке! Готов купить! Цена вопроса! 3000! А вам зачем? Да есть вероятность, что я американец! Тогда в долларах! Патриот! Новый сезон! С 13 февраля! В 8 вечера! Найду слово сына! На ТНТ! Итак, дорогие друзья, уважаемая публика, наши музыкальные эксперты, Мариночка, смотрим еще одно творение из интернета. Песня называется «Истерика». Я не плачу, я не плачу, но внутри кричу, и лечу, лечу к тебе я, я к тебе лечу. Но сидишь ты, но сидишь ты, ты с другой сидишь. Думал ты, что я заплачу, ты ошибался, малыш. Я просто села за другой столик и сижу себе спокойно, заказала себе просеку, стала пить его достойно. Истерика, истерика, у меня внутри истерика, а на лице, на лице полный огерпейс. Ну вот на этих словах, пока у нас у всех не началась внутри истерика. Очаровательную девушку зовем к нам в студию, зовут ее Марига, под ваши аплодисменты. Я Марига из города Москва. Я модель, актриса и певица. Я пишу в стиле поп с элементами рока свои авторские треки. Мой первый трек истерика основан на реальных событиях. Мне безумно приятно, что меня пригласили на это шоу. Я на самом деле вообще не ожидала, что этот клип попадет на федеральный канал, потому что снят он был в домашних условиях буквально за несколько часов. Я рассчитываю на поддержку жюри, в первую очередь Ольги Бузовой, потому что она женщина. Я думаю, она оценит и поймет, услышит. Здравствуйте, меня зовут Гарри. Это Марина. Вполне адекватная девушка вышла, да? Думали сейчас... Да. Но нет, все хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. С вашего позволения посмотрим еще раз... Будем уточнять некоторые детали, потому что не все понятно. Да, не все понятно. Я не плачу, я не плачу, но внутри кричу. Вот я здесь сразу хочу спросить, что значит кричать внутри? Каково это? Как это? Мари, можешь крикнуть себе? А я в припеве там показываю, как это, наверное, выглядит. А там будет? А почему вы решили запеть? 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 Да, да, да. Вообще? Самый часто задаваемый вопрос Ольге, поэтому... Просто... Я вообще решила запеть уже давно еще. Вы певица, да? Ну я не профессиональная певица, но я занимаюсь творчеством с детства. А эту песню меня вдохновило написать моя подруга. Это ее история из жизни. А подруга знает, что вы написали о ней песни? Ну конечно. Она меня и заставила выложить ее в интернет. Посмотрите, как Марига магнетизирует нас прямо. Давайте смотреть дальше. Мне кажется, что у нее на кухне просто очень сильная вытяжка. Почему? Ну посмотри на прическу Ольге. Это модно сейчас. Так, давай. Ты с другой сидишь. Думал ты, что я заплачу. Ты ошибался, малыш. Я просто села за другой. Вот, вот здесь у меня вопрос. Скажешь. А столик-то тоже остался? Вот, вот абсолютно, да. Вот почему? Не было другого столика в квартире или что? В квартире. Ну это такая задумка была. Она хотела этот клип, чтобы я его сняла. И я его сняла в юмористическом таком жанре. Это специально клип-шутка? Ну да. Ну конечно, потому что за другой столик, а столик тот же. Конечно. Заказала себе просеку. Стала пить его достойно. Вот это меня вообще разрывает. Как можно пить что-то достойно? Очень мало людей у нас в стране пьют достойно. Особенно просеку. Но девушка, которая видит за соседнем столике своего бывшего с парнем, всегда будет спать. Своего бывшего с парнем? Оля, это история из всей жизни сейчас. Ольпа, стоп. Что? Оговорочка. Что? Девушка. Подожди, это не просто оговорочка. Это реальный случай из твоей жизни. Давай уж так не с парнем, а с королем, эстрадой. Только не начинай сейчас. Нет, это было с моей подругой. Ее просто зовут так же и фамилия Бузова. А каково это пить просека недостойно? Хабас. Не-не-не. Это вот так. Недостойно пить просека. Ну-ка. Ммм. Перфето. Недостойно пить просеку. Оля, а как по-твоему надо достойно пить просеку? Оль, ты как человек, который пьешь достойно. Об этом ходят легенды. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ну что ты? Что ты? Спокойно. Так. Достойно. С гордо поднятой головой. Не обращая внимания на то, что происходит вокруг. Один бокальчик. Один бокальчик. За обедом. Второй бокальчик И в заполнении И встаем и уходим Вот это вот главное Достоинство Давайте дальше смотреть Истерика Истерика У меня внутри истерика А на лице На лице Полный покер-фейс Что полный? Полный покер-фейс Вот давайте все вместе И вы, и я, и Марина И все в зале сделаем покер-фейс Три, два, раз У меня полу-покер-фейс У тебя всегда фейс одинаковый Да? Ну да Вот по твоему лицу реально никогда не скажешь Азамат, какие-то эмоции Честно, кричишь ли ты внутри себя Или спокойно Я спокойно Я просто села за другой столик И сижу себе спокойно Заказала себе просек Стала пить его достойно Вот и второй бокальчик, понимаешь? Может быть нет никакой подруги? И песню вы написали просто, чтобы оправдать второй, третий, четвертый бокальчик? Истерика, истерика Слушай, ну там чуть-чуть поп, рок Это, кстати, сейчас модное направление Чуть-чуть попа и чуть-чуть рока? Чуть-чуть рок, да Но она правду говорит Тогда я тебя поймал сейчас за эти слова Ну-ка И хочу, чтобы ты нам призналась Кто, по-твоему, взялся за эту песню? Кто ее переделал? Ты знаешь, очень бы круто эту песню Спела со своим живым бэндом Анна Асти О, это красиво было бы, да Или знаете, кого еще я услышала в этой песне? Любу Успенскую А я услышал Лолиту Я тоже, на самом деле, думала Лолита Клава Кока Или Мария Крембери почему-то думала А я думаю, что эту песню будет петь Обязательно девушка или женщина То есть это не мужская песня Ее переделать невозможно Причем такая девушка, которая даст там Типа Диана Арбенина Кто вот может вот так спеть там Ладно, ладно, мы все знаем Поэтому встречайте Для вас поет Николай Басков Ваши аплодисменты, это правда АПЛОДИСМЕНТЫ Я не плачу, я не плачу Но внутри кричу Бабочкой лечу к тебе я Я к тебе лечу Но сидишь ты Но сидишь ты Ты с другой сидишь Думал ты, что я заплачу Ты ошибался, малыш Закажу себе просека Буду петь его достойно Села за соседний столик Но регресс АПЛОДИСМЕНТЫ Истерика Истерика Внутри меня Истерика А на лице А на лице Полный бог Эфрейс Истерика Истерика Внутри меня Истерика, а на лице Покер-фейс внутри бушует стресс Истерика Истерика Закажу себе проценты Буду пить его достойно Сделать за соседний стойник No regret, no worry Истерика, истерика Внутри меня истерика А на лице, а на лице Полный покер-фейс Истерика, истерика Внутри меня истерика А на лице Покер-фейс внутри бушует стресс Истерика 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 Давайте к нам Зовите меня, моя госпожа Здравствуйте 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 Приветствую Знакомьтесь Берегитесь, Марига Это Аня Привет Очень приятно Пожалуйста Красивая какая, худенькая Просто потрясающе Красавчик Ух Аня Во-первых, спасибо тебе большое, что ты откликнулась Спасибо вам Это было очень интересно И подарила нам такой крутой номер Такой сюрприз Какие у тебя были первые эмоции, когда ты услышала песню, увидела клип? Первые эмоции были спорные, честно признаюсь И задача была такая не из легких Потому что, ну я же госпожа Я же плохая девочка И мне нужно было это доказать А просека вы достойно пьете в жизни? Для меня это слабоватый напиток Марига, а скажите, а вам понравился вот этот версион? Номер? Да Настолько шикарный, что у меня аж дыхание переперло Я не ожидала Просто безумно крутой номер Спасибо большое Помните, была такая песня у Наташи Королёвой А у меня есть палочка, палочка-выручалочка Вот элементы в танце были повторены А у тебя есть палочка Выручалочка Вот абсолютно так же танцевала Маташа Ты смахнёшь и скажешь раз А ещё говорят, что в Советском Союзе секса не было Сейчас тоже нет И Советского Союза нет, Оль, более того я тебе скажу Сейчас Мы благодарим Аню Плетнёву Спасибо большое Спасибо огромное Самый интересный предел И благодарим Марину за прекрасную песню Увидимся через несколько мгновений Удачи Удачи вам, девочки Спасибо И вам удачи, пока Не знаете, где найти треки из нашего проекта? Скорее заходите в ВК-музыку Ведь только там можно послушать песни из шоу «Конфетка» Скачивайте приложение ВК-музыка И получайте доступ к огромной библиотеке треков Давайте вслушаемся в текст Музыкальное шоу «Конфетка» в субботу в 9 вечера премьера на ТНТ Это шоу «Конфетка» на ТНТ Мы просмотрели все пять скрипов И осталось только решить одно Кто сегодня победил и кто заберет приз в 300 тысяч рублей Давайте еще раз поаплодируем и поприветствуем всех наших сегодняшних участников Эй, Йоу Эта жизнь поедина И борьба с самим собой На душе много дина Мы туда не могли Посогретые души Не нуждались ни в чем Человеку на свете Может быть, что-то причем Звездным echo вдаль полетела Песня навсегда Что же ты сказать не хотела И не узнать уже никогда Звездным эхом вдаль полетела Песня навсегда Что же ты сказать не хотела И не узнать Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот они, вот они, вот они! Начинаем голосование. Уважаемые зрители, вооружитесь пультами. Нажмите на порядковый номер исполнителя, который вам понравился сегодня больше всего. Очень важно оценивать в целом ваше впечатление и от оригинальной песни, и от того, как звезда преподнесла ее сегодня на сцене. Напомню, что двое исполнителей, занявших первые два места, выходят в финал, и их судьбу уже решит наше экспертное сообщество в составе Азамата Мусогалиева, Ольги Бузовой и Хабиба. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Павел Петров получает 28 голосов. 28 голосов. Александр и Андрей получают... 12 голосов. Кирилл Мел получает... 68 голосов. И Марига получает от зрителей... 3 голоса. 3 голоса. Это означает, что участник под номером 1 и участник под номером 4 выходят в финал. Аплодисменты. Мы благодарим участников, которые дошли до финала, но в финал не попали. Спасибо большое. Занимайтесь творчеством. Спасибо. В диалог вступают наши музыкальные эксперты. Каждый из вас может отдать свой голос только одному финалисту. Азамат. При всей своей звездной фамилии Вячеслав такой простой парень с песней такой очень глубокой, как нам он сказал, с глубоким смыслом. И Василий Вакуленко придал ей такое, знаете, больше... Масштабности, да? Ну, масштаб, да. Но при всем... Просто послушав эту песню, я бы не совсем бы к ней, так сказать, привязался. Вот как раз таки с Кириллом у меня сложилось то, что задумали люди, которые придумали шоу Конфетка. Мы посмотрели это в интернете, мы как-то похихикали. Но потом, когда мы увидели это в исполнении группы Иванушки Интернешнл, мы сразу захотели эту песню еще и еще. Поэтому я с уверенностью хочу сказать, что сегодня здесь в шоу Конфетка на ТНТ родился новый хит под названием «Будь со мной, будь со мной». Для меня лично я буду переслушивать эту песню много раз. Я голосую за Кирилла, если я правильно говорю. Мэл. Ольга, пожалуйста. Жаль, что Лазарева нет тоже третьим. Поддержу тебя. Потому что я хочу сказать, это было настолько и неожиданно, и прям красиво. Но с людьми, с моими людьми я спорить не буду. Она автоматически вас сделала своими людьми. Да, вы мои люди, все. Назначила вас ее человеками. Получается, все, кто видел когда-то Ольгу Бузову, автоматически становятся ее людьми. Естественно, так. Среди вас стоит человек, песня которого вызвала в другом исполнении у меня мурашки по всему телу. И это больше, чем музыка. Это то, когда пробивает до глубины души. И эта песня? И эта песня человек. Вячеслава Леонтьева. Хабиб, ваш вердикт. А Хабиб как раз сейчас Гарик выберет победителя. Ну и выбирай, Хабиб. Один-один. У каждого из наших финалистов по одному голосу от тебя зависит все впервые в истории. Конечно, мне в душу запал и детский хор, потому что это беспроигрышный просто инструмент, который поражает сердце просто насквозь. Также группа Иванушки Интернешнл, группа из нашего детства, тоже, конечно, поразили. И это было действительно самое неожиданное, что сегодня нас ожидало. И поэтому сложно сделать выбор. Хабиб, сейчас у всех будет уже прединфарктное состояние. Хватит тянуть. Кто победил просто имя и фамилия? Я не знаю. Конфетку хочется кушать много раз, да? Побеждает песня. Но я бы послушал еще раз песню Кирилла Мела. Поздравляю. 300 тысяч на свадьбу! Молодым! Вячеслав, спасибо большое, поздравляю. А это значит, что Кирилл Мел, самый обычный парень с большим музыкальным сердцем и душой, получает сегодня главный приз – золотую конфетку и 300 тысяч рублей. Я прошу вынести на сцену наш приз, ну и сертификат. Да-да, это ваше. Кирилл, мы хотим услышать от вас, что вы думаете? Спасибо большое моим друзьям, которые поучаствовали, которые сделали этот клип, которые сделали эту песню. Спасибо большое зрителям, которые проголосовали. Уважаемым жюри, спасибо большое ведущим. И отдельное спасибо Иванушке Интернешнл Группе, конечно. Конечно. Кирилл, а есть кто-то в зале, кто особенно тебя сегодня поддерживает? Да, мои друзья. А девушка ваша не здесь сегодня? Нет, к сожалению, она осталась дома следить за очагом. Она будет вас рада видеть в 300 тысяч раз больше, чем обычно. Это точно, это точно. Успехов в дальнейшем. Спасибо. Поздравляем. Мальчики и девочки, дорогие друзья, мы с вами прощаемся. Это было шоу «Конфетка» на телеканале «Тенте». Еще раз послушаем песню «Победитель» «Будь со мной» Уо-О-Ой. И увидимся через неделю. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ой, я покажу тебе мир Ты будешь самый счастливый Счастливый, счастливый Знаешь, как я страдал Под мной лишь теперь Как ты видел тебя в интернете Без тебя не могу Без тебя не уйти Я навеки попал В твои сети И снова вечер В голове только ты Я теряю рассудок Я забыл про мечты Ты Ты так круто смеешься Будь со мной И мне это нравится Будь со мной Ты кидаешь меня Будь со мной И мне можно не париться Будь со мной Будь со мной Будь со мной Постоянно онлайн Я хочу лишь тобой С тобой Лайк, лайк, лайк Будь со мной 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 Ты будешь самый счастливый Не важно, какие слова Человек на хип-хоп биты Ты положил стихи маршака Не важно, сколько аккордов Я впервые вижу и слышу такой диссонанс Не важно, в каком стиле По преданиям греков Представителей тру металла из Беларуси я встречаю впервые Важно, какая звезда и как перепоет никому неизвестную песню Давайте узнаем, кто взялся за этот трек Это может быть не лето Дима Билан Кого-кока Если Пана Йотов споет эту песню, он разорвет на куски просто Браво! Конфетка В субботу в 9 вечера Премьера на ТНТ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»